здравствуйте друзья с вами кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания алям компания алям это ведущий юридический оператор на территории россии и мы занимаемся тем что создаем условия когда вашему кредитору будет банк микрофинансовая организация онлайн за коллекторы любых мастей так вот мы создаем условия когда им становится выгодно отказаться от претензий как мы это делаем вы можете узнать пройдя по ссылочке в описании ролика на наш сайт ссылка на сайт размещена в том самом описании и на сайте выложена видео презентация как устроена работа кредитных специалистов компании алям как не платить кредит закона посмотрите если вам нужна защита грамотных специалистов обращайтесь сейчас пару слов про ролик огромное спасибо автору женщину по-настоящему смелой твердой решительной и я знаете а заглавил этот ролик аватарочку поставил что у меня гордость разбирает действительно ну кто бы еще спорил что человек подписавшись на наш канал послушав несколько роликов будет продолжать бояться коллекторов самое худшее что может с ним произойти это некое замешательство и потом если у человека есть мозги если человек умеет ими пользоваться он наверняка сделает необходимые выводы и будет разговаривать примерно вот таким образом если честно когда я стал послушать этот ролик я думала вон проигнорировать но события развернулись определенным образом мне это очень понравился понравилось я услышал тот самый драйв который знаю понравится нашим гостям и подписчикам канала и поэтому вам рекомендую еще раз огромное гордость за тех людей кто благодаря нашему каналу нашей работе обрел уверенность спасибо вам это я вам говорю друзья мои спасибо за то что вы следуете нашим советам и я очень рад тому что под какую-то небольшую лепту но компания оля оставляет в этом мире как говорится прожили жизнь зря и живем и продолжаем еще много чего для вас сделать итак послушайте алло здравствуйте могу слышать и и говорите меня зовут на роли нартур азикович компания манимен это телефонного разговора в отношении вашего договора займозвания вам кристина алексеевна 41 просрочки 15 тысяча 2 рубля к оплате у вас потому что денег нет денег нету да на данный момент кристина алексеевна очень долго данная ситуация длится переплачиваете немаленькую сумму в вашу организации на основании статьи 30 30 ну еще пока ничего не переплачиваю ну да то есть но на данный момент в любом случае вы же знаете прекрасно долг придется возвращать ну дальше что когда оплата поступает от вас ну пока не знаю не могу вам точно дату сказать за пятницу ваш вопрос нужно решать кристина алексеевна про проще когда они не приемли после пятницы если они убираете с того чтобы будет переступаться ваш договор на основании 3.8 старой статьи юридические отделы или коллекторское агентство и дальше что за сканем они уже будут заниматься кристина алексеевна хорошо то есть можно сейчас дождаться пятницы и не платить дождаться коллекторского агентства а дальше они там уже будут действовать предпринимать я же не вам не сказал то что в пятницу в любом случае ваш договор переведут в коллекторский агентство говорят что есть такая возможность то что переуступит ваш договор ну переуступайте ради бога вы от оплаты отказываетесь да кристина алексеевна ну я вам еще раз говорю у меня нету денег чем я вам буду платить можете натурой приехать взять я все понимаю кристина алексеевна за то что денег нет вопрос просто не решаете никак у меня нет денег я решилась доходов нет у меня денег то есть вы сейчас нигде не работаете за кристина но эти 40 меньше идите домой правильно я понимаю нет не 40 меньше нет не работает все да ну то есть вы видите еще получается 10 ноября вопросы вы могли закрыть правильно еще доход был получается угу ну а почему оплаты не производили то какого 10 ноября нет 10 ноября вы должны были вопрос закрыть свой да я хотела его закрыть а даже чуть попозже на этом обещали мне выплатить вовремя но задержали но после того как воскресенье вот не помню какая дата это была я два дня просрочила помню как сейчас я хотела в понедельник заплатить пойти в сбербанк положить деньги на карточку но накануне воскресенье вечером ко мне пришли смски от номера 900 что у меня пытаются с карты списать денежные средства компания манимен я проконсультировалась юристом проконсультировалась с работниками сбербанка вы не имеете на это никакого права в каком договоре прописано во первых никаких бумаг у меня нет если вы хотите со мной вести диалог высылайте мне по адресу который указала я это мой действующий адрес все документы во вторых пометьте пожалуйста себе не смешите меня каждый вечер карта которая была указана заблокирована уничтожена порезана счет закрыт вы никогда не сможете списать с этой карты ничего потому что ее не существует далее пометочку в третьем в третьих сделайте себе что все разговоры в дальнейшем мы будем вести с вами в письменной форме отправляйте на мой адрес от который у вас указан все документы все требования которые вы мне выдвигаете я буду с вами общаться в таком формате я имею на это полное право отказаться я не все сказала когда я все сказал скажу я вам сообщу обязательно не перебивайте и что дальше что у меня очень много это не очень много а а вы не вам не кажется очень много претензий находясь очень 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 много мне кажется аппетита у вашей организации просто прям крокодилы какие-то аллигаторы за 40 дней вот мне такую я взяла 7000 а должна я отдать уже в более чем в два раза давайте будем общаться с вами в письменном виде выставляйте свои требования есть органы которые занимаются урегулированием всех вот этих вот вопросов в гражданском правовом порядке мы будем с вами решать этот вопрос мне тоже к вам есть претензии вы действовали действуйте тоже незаконно сейчас вы еще раз я вам молодой человек я к сожалению не запомнила ваше экзотическое имя я вам еще раз говорю я имею полное право отказаться с вами устно общаться имею полное право и я буду с вами общаться только в письменном формате вы мне пришлете я вам в ответ пришлю в таком формате ой молодой человек ну послушайте вы думаете что молодой человек вы думаете что вы сидите там читаете по методичке по своей текст и вы думаете что вы правы я вам свою позицию высказал но вы будете учить меня работать что ли Кристина Александровна я в никаком случае работаю не первый год уже ой какой методичке вы говорите о том эстатическом имя вы мое мне кажется для мужчины вот эта работа это вообще просто уйдите лучше на гонорах лучше вы будете прямо хорошо все я оставляю свое мнение при себе по какому поводу вы мне сейчас звоните от вашего chemistry я оставлю свое мнение при себе я оставлю свое оплата от вас не поступает правильно я понимаю я оставляю свое мнение при себе оплата поступает от вас Кристина Алексеевна я оставлю свое мнение при себе всего доброго до свидания Давайте. А чего вы трубку не кладете? А? Потому что вам звонок не зачтется, денежку вы не получите. Выложите трубочку, чего вы не кладете?